Первый адрес, куда отправился социальный патруль, дом номер 24-1 по проспекту Юбилейному. Подставляли здесь, он бежал. Но тут не так видно, что оно плитки. Так оно не так. А вот на переходе, в коридоре. Посмотрим, что там в коридоре. Вот в коридоре тут. Тут видно. На дверь. Тут коробка раздаточная. Так мы даже выключаем пробки, чтобы не замкнуло. Всю эту технику выключаем. Ольга Довбенко показывает последствия апрельской непогоды. Как следствие, несколько бессонных ночей. А количество вынесенных ведер с водой и вовсе не сосчитать. Квартире частично демонтировали электропроводку. Вот такая у нас жизнь. Никуда не поедешь, потому что не знаешь, какая погода. Не бросишь. Вот это все происходит каждый раз, когда сильный дождь идет или снег тает, давит. Я правильно понимаю? Да. Если сильный ливень, то не да. А если вот так, что потихоньку, потихоньку, то только там в коридоре и в зале. С 2011 года Ольга добивается, чтобы коммунальщики выполнили ремонт кровли. Поднимаемся на технический этаж. Пока коммунальщики бездействуют, люди сами как могут, спасая свои квартиры. Ольга Михайловна, например, застелила пол на техническом этаже пленкой, соорудила примитивную систему слива воды и установила корыто. И это при том, что в 2016 году сотрудники коммунального предприятия «Основание» провели здесь текущий ремонт кровли. Они делали. Так а толк. Вы же видите, что тогда текло и теперь течет. Уже дальше просто терпения нет. Второй адрес – дом номер 3А по улице Героев 93-й бригады. Нас встречает Лариса Качура. Еще на лестничной площадке видим последствия дождя. А вот это уже лет 5 ничего не делает. И вот это все время так течет. И в квартире течет. Ванна течет, кухня, туалет. Говорит, обращались к коммунальщикам. Звонили и в службу 1580. Ну куда мне еще обращаться? Она говорит, идите к мастеру. Так я говорю, что мне туда идти, если я уже, я не знаю, сколько раз уже до мастера была. От нас ничего не зависит, звонить на 1580. Ну вот я туда и звоню. И там все время. Мы передали, мы передали. Ну толку-то никакого. В прошлом году Лариса Качура обратилась к частному специалисту. За его работу заплатила 1750 гривен. Но и это не помогло. Пришел он. Заплатили мы деньги. Говорит, отремонтирую. Но оно так как текло, так и течет. Это было в том году летом. В июне или в июле. А это еще один дом в Хортицком районе. Впоследствии апрельской непогоды. В этом подъезде видны до сих пор сильные потеки, смыта побелка и сырые пятна на стенах. Это видео сняла на мобильный телефон хозяйка квартиры. Жильцам в прямом смысле слова пришлось пережить дождь в собственной квартире. Просто мы ведрами без конца и края подставляли. Вы бы видели какую картину. У нас тут полностью все было. Одни банки, тазики и все. И не хватало. Все полосы были мокрые. Зала, кухня, туалет, ванна. Там, где нам вообще свет невозможно было включить. Практически мы были обесточены. Оно текло все по проводке. Боялись включать. И даже когда на улице дождь не шел, в квартире у нас продолжался дождь. Диана рассказывает, проблему с протеканием кровли не раз пытались решить. Мама два года звонила на 1580. Пыталась добиться, чтобы нам отремонтировали крышу. Звонила, говорила, что по проводке течет вода, что мы вызываем электрика за свой счет, потому что в квартирах не обслуживается. У меня мама месяц сидела без света. Результаты добились только после того, как обратились к мэру. На личную страницу мэра я написала просьбу о помощи, что у нас происходит катастрофа, выложила ему фотографии. После этого к нам пришли и помогли. В период с 20 по 22 апреля в Хортицкое отделение коммунального предприятия «Наш город» поступило 74 заявки, связанные с протеканием кровли. На сегодняшний день все заявки обследованы. Мастера вышли на место и начались работы по устранению этих неполадок. В первую очередь мастера вышли на аварийные объекты. Первым из трех обследованных социальным патрулем домов стала многоэтажка на улице Новгородской. Здесь запланировано перекрытие кровли, основное перекрытие кровли порядка 150 квадратов. То есть выполняется заново примыкание к зданию, восстановление отмостки и дальше планируется накрывание все рубероидом. Работу планируют завершить в течение двух дней. Отправляемся на остальные два адреса. Уже несколько дней, как в Запорожье установилась сухая погода, крыши подсохли, а это значит, что коммунальные службы могут приступить к их ремонту. Несмотря на то, что уже несколько дней стоит сухая погода, когда подрядчики подорвали рубероид, увидели, что под ним еще есть вода. В данный момент, да, снят слой кровельного покрытия, 4-5 дней дает на просыхание бетона и будут выполнены работы. Была нарушена технология укладки кровельного покрытия, то есть не были предусмотрены все нормы и был нарушен антиуклон. В этот раз текущий ремонт выполняют на площади в два раза больше, чем было сделано в 2016-м. Работы планируют завершить за две недели. В данный момент выполняются ремонтные работы по адресу Беллины 24 в первом подъезде в объеме 80 квадратных метров. А мы вместе с мастером, подрядчиком и начальником терротделения переходим на дом номер 3А по улице Героев 93-й бригады. И снова нас встречает Лариса Кочура. Проходим в квартиру. Вот она у нас идет на план на май месяц. Вот у нас 105-я квартира, 141-я. Они у нас внесены в план работы. Но я сейчас просто пропишу себе, что у нас туалет, лавна, кухня. Осмотром квартиры не ограничиваемся. Поднимаемся на крышу. На первый взгляд кровля в идеальном состоянии. Здесь к ремонту кровли обещают приступить, как только закончат работы на проспекте Юбилейном. Продолжение следует...